То есть, предполагается, что выживание рядом с Россией, оно не такое, как рядом с какой-то любой другой страной. Тут есть специфика. Путин очень любит играть с историческими темами, и мне кажется, что он хотел бы нового Мюнхена, где он был бы в роли Гитлера, возможно, Лукашенко был бы в роли Муссолини, а Байден и, ну не знаю, кто, может быть, Макрон были бы в роли Чемберлина и Деладье, а Украина была бы в роли Чехословакии, которую бы просто подтолкнули пинками к капитуляции. Тот, кто столкнул эти два братских народа, должен быть повешен на Красной площади. Обычному человеку, но это так только кажется, легко взять в руки автомат и пойти воевать за имперскую идею. Мы видим, как сейчас Путин целуется в засос с Сидзипинем. В нашей Конституции записано, что мы идем в НАТО и Европейский Союз, и поверьте, мы будем двигаться, потому что уроки конфликта с Россией, уроки необъявленной войны нас очень многому научили. Это значит, что нам нужно готовиться к попыткам поглощения со стороны России. То есть постоянное завоевание, захват отвлекает россиян от грустных мыслей о том, что они живут действительно плохо. Россия, по сравнению с нами, она будет помощнее. Но мы должны научиться ей противостоять. Мы не представляем силу. В любом случае, как бы себя ни вела Молдова, более активно двигалась на Запад, менее активно Россия все равно это не примет. Внешняя оккупация и расчленение. Это единственное... То есть Россия должна получить стресс сопоставимым с стрессом, который получала Германия в 1945 году. Спасибо. Но я представляю, конечно, как после этого нашего интервью подгорит у некоторых наших товарищей здесь, в Кишиневе. Просто варварским способом захватили, вывезли этот ресурс. Задача Российской Федерации – это максимальный контроль через незаконное вооруженное формирование территории. Но развитием ее никто не занимается. Люди похищаются, находятся в СИЗО, их родственники об этом месяцами не знают. Это по-прежнему сейчас происходит? Это актуальная история, да? Это по-прежнему происходит, да. Без музыки. Настолько все мрачно? Да, действительно мрачно. Для них человек – это какой-то источник выгоды или просто материал. Путин, верни нам маму. Привет, друзья. Сегодня у нас специальная передача с особыми гостями. Мы редко делаем такую передачу. Но сегодня подходящая ситуация. Дело в том, что в пятницу в Кишиневе прошла презентация вот такой книги «Выжить рядом с империей. Цена новейшей агрессии Кремля». И, ну, помимо того, что сама книга интересная, ее приехала презентовать очень представительная группа экспертов. Некоторые – это очень известные эксперты с мировым именем, которые их приглашают на различные самые авторитетные мероприятия, в том числе в Европе. И, конечно, я не мог упустить возможности пообщаться с такими людьми. И, конечно, огромное им спасибо, что они нашли время. И спасибо посольству Украины в Молдове, которое помогло организовать эту встречу. Тема будет как раз посвящена событиям, которые происходят сейчас вокруг Украины. Потому что мы последние месяцы очень много об этом говорим. Возможно, военное столкновение, возможно, обострение ситуации, возможно, даже того, что это дойдет ситуация до нас. Кроме того, есть очень большие аналогии между Донбассом, той его частью, которая находится под контролем сепаратистов, и тем, что происходит у нас в Приднестровье. И вот эти аналогии мы тоже обсудим с нашими гостями. У нас сегодня в студии будут три человека. Это Магда Евгений, очень известный украинский политолог, кандидат политических наук. Это Федуняк Сергей, доктор политических наук, профессор Черновицкого национального университета. И Ястребова Вера, правозащитница, председатель общественного объединения «Восточная правозащитная группа». Все три этих человека, они принимали участие в презентации книги. И каждый из них специалист вот как раз в этих вопросах, в вопросах взаимоотношения с странами-соседями, с странами, которые проявляют агрессию, с гибридной войной и с работами с оккупированными территориями. Надо меньше мне об этом говорить, а больше послушаем наших гостей. Уверяю вас, это будет невероятно интересно. Давайте начнем. Итак, дорогие друзья, у нас первый гость в студии, это Евгений Магда, исследователь гибридности, известный с мировым именем, кандидат политических наук из Киевского политехнического института и также директор института мировой политики. Приветствую вас. Здравствуйте. Давайте сразу перейдем к нашим актуальным темам. Начнем давайте с вашей книги, с автора книги, которая была представлена на днях в Кишиневе. Вот буквально в пару слов, о чем эта книга? Это книга о том, как выживать рядом с Россией, что делать для того, чтобы жить рядом с Россией и о том, что мы должны в пространстве между Черным и Балтийским морем быть более активными и более наступательными. Эту книгу написали авторы из Украины, Эстонии и Польши. Это такой творческий, ну, как сказать, не тандем, а триптих. Да, и думаю, что наши совместные усилия будут развиваться и дальше. Мы сейчас готовим новый проект, который будет посвящен Люблинскому треугольнику, а после этого, я думаю, вполне реально говорить об ассоциированном трио, и мы тогда не обойдемся без автора или авторов из Молдовы. А вот скажите, вы говорите, как выживать рядом с Россией, то есть предполагается, что выживание рядом с Россией, оно не такое, как рядом с какой-то любой другой страной, тут есть специфика. Ну, Молдовия в этом плане немного легче, она граничит только с Украиной и с Румынией, и несмотря на то, что у нее есть Приднестровье, скажем, неконтролируемая территория, на которой есть режим, который не признается практически никем в мире, Украина имеет 2000 километров границы с Российской Федерацией. У нас уже восьмой год идет война, которая, в принципе, не затихает, жертвами которой стали не менее 14 тысяч людей. Мы не знаем, сколько их на самом деле, это будет известно только после окончательного завершения боевых действий, так показывает опыт новейших конфликтов. Мы понимаем, что Россия большая. Да, большая, да, с ядерным оружием, да, она заставляет многих с собой считаться. Но в нынешних условиях, особенно сейчас, когда Россия играет мышцами недалеко от украинских границ, я считаю важным показать, что мы не собираемся капитулировать, и мы не собираемся плясать под дудку Кремля. А, кстати, вот эта тема, то, что происходит именно там, на границе, вот раз вы уже упомянули, она очень многих у нас здесь беспокоит, потому что реально было ощущение близкой войны. И сейчас вот буквально чуть-чуть на пару градусов оно упало, но по-прежнему как бы неспокойно, тревожно. Что там происходит? Насколько реально все-таки проблема перехода в горячую фазу? Проблема, безусловно, существует. Но, на мой взгляд, Путин размещением десятков тысяч военных недалеке от украинских границ, он создал декорацию, декорацию для политического давления. Потому что он понимает, что непосредственное вторжение на территорию Украины российских военных, это не только приведет к санкциям, это приведет к значительным жертвам у российской стороны. По той простой причине, что украинская армия воюет уже восьмой год, и украинская армия сегодня, и украинская армия в четырнадцатом году, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Я думаю, что это понимают российские военные, и Путин, вы знаете, Путин очень любит играть с историческими темами, и мне кажется, что он хотел бы нового Мюнхена, где он был бы в роли Гитлера, возможно, Лукашенко был бы в роли Муссолини, а Байден и, ну не знаю, кто, может быть, Макрон были бы в роли Чемберлина и Даладье, а Украина была бы в роли Чехословакии, которую бы просто подтолкнули пинками к капитуляции. Но, понимаете, как бы ни действовало украинское руководство в этой ситуации, есть миллионы граждан Украины, которые будут защищать свою родину. Сотни тысяч из них имеют боевой опыт с оружием в руках, и это сила, с которой придется считаться абсолютно всем. Понятно, а вот вы говорите про то, что это его, как бы, козырь в рукаве, который он хочет использовать в международном влиянии, то, что он подогнал войска туда, то есть это часть гибридности, вот вы как специалист именно по гибридности? Конечно, конечно, это гибридность. Ну, понимаете, ведь с одной стороны у нас не утихает, в принципе, противостояние на Востоке, но оно сейчас, возможно, менее интенсивное. Вот видите, какой парадокс, менее интенсивное противостояние на Востоке, а на других участках российско-украинской границы постоянно присутствуют российские войска. На российской территории, подчеркну, то есть для чистоты понимания. Но вместе с тем Путин же, ну, достаточно часто, вот я не могу понять, как у него в голове уживаются вещи о том, что он говорит, что украинцы это братский народ, и даже статью об этом написал летом прошлого года, что мы братские народы, и тут же говорит, что Украину придумал Ленин. Так подождите, недавно же Украину придумывал Австро-Венгерский генштаб. Вы там у себя определитесь, кто нас придумал. Но, когда мы говорим о том, кто кого придумал и кто кого крестил, то давайте посмотрим, в каком году был основан Киев, в каком году была основана Москва и в каком году был основан Санкт-Петербург. Но о чем мы в данном случае говорим? Вся идея так называемого триединого славянского народа, который еще в 19 веке, извините, проталкивали в имперской России, она уже прогнила насквозь. Это только Александр Лукашенко в Беларуси, поскольку он практически непризнанный значительной частью Европы президент, он может себе позволить как-то с этим маневрировать. В Украине это не будут признавать и не будут с этим считаться. Да, у нас есть люди, которые видят Россию дружественным государством, но это особенность демократической страны. Это только в тоталитарном государстве все мыслят абсолютно одинаково. Но я признаю, что у нас есть граждане и есть жители страны. Граждане страну будут защищать. И этих граждан десятки миллионов. Кстати, вы сказали про демократию. Я смотрел по видео вашу презентацию книги, и вы позвали туда человека с абсолютно противоположной точки зрения, нашего известного здесь в Кишине пророссийского активиста Клименко, который сказал фразу, которая, конечно, совершенно шикарная. Он говорит, тот, кто столкнул эти два братских народа, должен быть повешен на Красной площади. Я не знаю, понял ли он, что он сказал на самом деле. Он сказал на Соборной. На Соборной, да, окей. Но мы с вами знаем, кто столкнул эти два братских народа. Насчет братских это можно обсудить отдельно, но кто устроил эту войну, мы знаем. Я не думаю, что тот человек, которого на самом деле Клименко очень любит, что ему понравились эти слова. Я не боюсь дискуссий со своими идеологическими оппонентами. И раз вы уже упоминаете, я специально подчеркнул, что я против того, чтобы кого-либо вешать без суда. Вы это рассказали тогда. За Нюрнберг и за Гаагу. За справедливый и честный суд. Справедливый и честный международный суд. И я верю, что такой суд возможен. И, кстати, в нашей книге наш коллега из Польши, Тома Шлаховский, он об этом пишет. И пишет очень интересно. Хорошо. Давайте еще по вашу специализацию гибридность. Она эволюционирует как-то? Вот что-то происходит? Вот, допустим, гибридные методы 2014 года и гибридные методы 2022 года. Произошли какие-то смещения акцентов? Конечно. Но, понимаете, Украина приспосабливается. Но и Россия тоже действует по-новому. Ну, во-первых, я ответственно говорю, что все наши зрители, и вы, и я, хотя бы раз в жизни становились жертвами фейков. Это свидетельство только о том, что мы, например, будучи активными пользователями социальных сетей, мы так или иначе сталкиваемся с индустрией производства фейков. Это раз. И эти фейки становятся все более изощренными, все более, если хотите, насыщенными. Они все больше и больше сильнее влияют. Пример. В 2014 году был распятый мальчик в Славянске. Классик. И распятый мальчик сыграл сильную мобилизующую роль. В апреле 2021 года был фейк о погибшем пятилетнем мальчике под горловкой, которого якобы убил украинский беспилотник. Никого не интересует, что туда не мог долететь украинский беспилотник. Никого не интересует в России, что мальчик на самом деле земля ему пухом, он подорвался на мине или на гранате, которую нашел в сарае собственного дома. Ну, мальчишки часто играют такими опасными игрушками, особенно там, где так или иначе были или могут быть боевые действия. Но эту тему начали подхватывать так называемые военкоры российские. Они ведь как стервятники появились весной 2021 года на Донбассе. И только, очевидно, согласие Байдена встретиться с Путиным, оно этот момент немножко отложило и позволило на какой-то маневр. Дальше. Вот такая дегуманизация украинцев, это, поверьте, линия государственного поведения. Потому что обычному человеку, ну это так только кажется, легко взять в руки автомат и пойти воевать за имперскую идею. На самом деле, это, кстати, продолжение того, что делал Советский Союз. Вспомните стих «Убей немца» 1942 года. Ведь не нациста, а немца. Точно так же, как украинцев пытаются, ну Путин же вроде говорит, что мы все вот вроде одинаковые. А он, посмотрите, он в среднем раз в год упоминает геноцид в Сребренице. При этом, и он говорит, мы не допустим новую Сребреницу на Донбассе. При этом он игнорирует полностью тот факт, что геноцид в боснийской Сребренице осуществили сербские парамилитарные подразделения. А Сербия является союзницей Российской Федерации. Ему это абсолютно все равно. Его интересует тот факт, как он это может использовать в своей собственной психологической подаче. Ну, они как бы, известно, как они оперируют историческими данными и расстрел этих офицеров польских и так далее. То есть они это умеют... Ну да, Катынь, Катынь, Хатынь, и таких вещей очень много. Ведь, например, тот же самый Крым, крещение Руси, да? А несколько лет назад памятник Владимиру Крестителю был воздвигнут в России неподалеку от Кремля. То есть в рамках охранной зоны ЮНЕСКО. Плевать они хотели на ЮНЕСКО. Им надо показать символы. Символы Путина нынешнего и символы Владимира Крестителя. Они его просто украли. Украли, пытаются украсть из нашей истории. И поэтому поставили такой памятник возле московского Кремля. Это, кстати, интересное смещение акцента. Ведь, помните, когда-то были периоды, когда очень восхищались Петром Первым. Потому что сейчас он как-то ушел на второй план. Путину роста не хватает. Я думаю, просто Петр Первый слишком был прозападный. Рубил окно в Европу. А мы видим, как сейчас Путин целуется в засос с Сидзипинем. И это такие, знаете, геополитические реверансы. Мы тут признаем единый Китай, а мы тут против расширения НАТО. Но на самом деле, в экономическом смысле, есть очень много карикатур на эту тему. Мне запомнились две. На руках, на коленях у китайской панды сидит русский медведь. Или мотоцикл, который ведет Сидзипин, а в коляске сидит Путин. Вот это абсолютно... А, есть еще одна картинка, вот буквально совсем свежая. Шакал табаки, которые целуют лапу Шерхану. Вот это отвечает отношения между Москвой и Пекином. Знаете, я много раз говорил по поводу того, что очень глупы те люди, которые думают, что китайцы будут подыгрывать России. Потому что китайцы люди, которые абсолютно гнут свою повестку. И сейчас показало, кстати, когда Путин сказал, что он признает Тайвань китайским. Но китайцы не признали Крым российским. То есть они как бы на своей волне. Они делают только то, что нужно им. Этого не было в совместном заявлении. И это не прозвучало. Тут для этого на самом деле есть свое пояснение. Я тоже над этим думал. Просто я не исключаю, что Россия не стала включать этот пункт для того, чтобы, мол, Крым и без того российский. То есть как они считают и как они говорят, как они всюду утверждают. Но я вам скажу другое. Я вот сейчас ответственно тут прогнозирую, что Россия попытается затащить в Крым Александра Лукашенко. Потому что они ради этого будут его называть президентом Беларуси. Сколько угодно. Потому что за 8 лет в Крыму, оккупированном Россией, не побывала ни одна официальная делегация из любой страны мира. То есть мировое сообщество Крым российским не признает. Те какие-то местные депутаты, ну это как, знаете, если бы я вышел на центральную площадь Кишинева и начал бы вещать от имени Украины. Ну был бы приблизительно такой же эффект. То есть эффект какого-то дешевого хайпа. На самом деле Россия будет еще долго пытаться нас убедить, что Крым является российским. Но мы все знаем, что это неправда. Потому что мы не будем признавать это геополитическое воровство. И десятки стран мирового сообщества нас в этом поддерживают. В том числе, кстати, и Молдова, которая была представлена президентом Майя Санду на крымской платформе. Да, и кстати, вы говорите насчет посещения Крыма. У меня есть информация, что Игорь Дедон, тогда он еще не был президентом, он побывал в Крыму. Но это уже после оккупации. Правда, он это скрывал. То есть даже он, несмотря на всю свою ультрапророссийскость, он побоялся это где-то выставить, об этом где-то сказать. Потому что это все равно как человек бы пользовался ворованной вещью. Ну я всегда пытаюсь находить простые, понятные примеры. Это небольшая политика. Это как взять то, что тебе не принадлежит, и им как-то воспользоваться. Это просто, ну, это противоречит воспитанию нормального человека. Вот и все. Я хочу с вами затронуть еще тему. Ну вот мы об этом часто, в Молдове это вообще чуть ли не основная тема, особенно вот сейчас из-за проблем с газом. У нас все время, что нет, давайте будем мостом между Востоком и Западом. Давайте не будем ссориться с Россией. Давайте мы вообще, это реально вот как-то в нынешней ситуации, как-то так вот пройти между каплями дождя и не замочиться. И что вы об этом думаете? Знаете, я честно скажу, что, конечно, в Молдове должны принимать решения сами граждане Молдовы. Несомненно. Что-то советовать с исключительно умным видом, это прерогатива наших российских оппонентов, врагов. Кто-то может их считает возможных партнеров по переговорам. Тут, знаете, сколько людей, столько и мнений. Я вам могу сказать только об украинских реалиях, конкретно в украинских реалиях. Если Украина при крайне негативном сценарии, например, станет снова в сфере влияния России, то эффект домино будет достаточно четким. И в Молдове, мне кажется, люди должны это достаточно четко понимать. Что если Россия восстановит контроль над Украиной, то усиление российского вектора в Молдове, это просто вопрос достаточно короткого периода времени. Не только в Молдове. В странах Балтии это тоже будет осуществляться по аналогии. Это будет осуществляться давление на Польшу, на Словакию, на все приграничные с нами страны. Страны. Украина ведь самая большая страна в Европе по своей территории. И поэтому Россия ведь поэтому и стремится восстановить контроль над Украиной. Потому что без Украины любые потуги восстановить то ли бывший Советский Союз, то ли Российскую Империю, они будут такими... Об этом еще Збигнев Бжезинский писал. Это известный факт. Нынешний год в общественном сознании у многих, кто знал и знает историю Советского Союза, ассоциируется со столетием создания Советского Союза. И поэтому Путин будет пытаться из штанов выпрыгивать для того, чтобы так или иначе... Отсюда и Казахстан, кстати, игра эта большая в Казахстане, которая, как мне кажется, игра господина Такаева и господина Путина. И поэтому и будет пытаться оказывать давление и на Украину, и на Молдову. И безусловно будет более активно действовать в Беларуси. Но нельзя, в Молдове это хорошо знают, нельзя наливать молодое вино в старое меха. Оно просто испортится. Точно так же нельзя пытаться играть в эти исторические реконструкционные игры на таком геополитическом уровне. Хотя бы потому, что Украина просто не сдастся. И если мы же должны говорить и о другом сценарии, какой может быть другой сценарий для Украины. Наш сценарий нашей победы это вступление в НАТО. Я не готов агитировать граждан Молдовы за вступление в НАТО. Я уважаю нейтралитет Молдовы, который закреплен в ее конституции. Но в нашей конституции записано, что мы идем в НАТО и Европейский Союз. И поверьте, мы будем двигаться, потому что уроки конфликта с Россией, уроки необъявленной войны нас очень многому научили. И последний вопрос, который я хотел бы вам задать. Понятно, мы как бы пришли к консенсусу о том, что идет гибридная война со стороны России. А есть ли гибридный ответ со стороны Украины? И здесь же в этом же вопросе может ли Молдова тоже давать какой-то гибридный ответ? Насколько это реально? Мы предлагаем гибридные ответы в том, чтобы создавать общий нарратив в Балто-Черноморском регионе. Нарратив общего европейского дома. Нарратив общих интересов. И именно такой нарратив может противостоять русскому миру. То есть пока нет открытых боевых действий, как эксперты мы должны думать головой. Если начнется война, то естественно люди будут брать в руки оружие в Украине. Это абсолютно очевидный факт. Но, конечно, я не знаю просто человека в Украине, который желает прихода войны в нашу страну. Ну, расширение. Потому что война-то ведь с 2014 года продолжается как такой, знаете, подземный болотный пожар. И эта Россия уже оторвала от нас Крым по-живому. Она сделала очень сильный химический ожог на Донбассе. Россия думала, что мы развалимся еще в 2014 году. Но оказалось, что для миллионов украинцев и их страна это не пустой звук. И паспорт, видели, наверное, ваши зрители, кто-то сжигал. Понимаете? Сжигали единицы. А сотни тысяч, миллионы людей, они готовы защищать этот паспорт как частицу национального флага, как частицу своей Родины. Спасибо за такое интересное и эмоциональное интервью. Я люблю так, когда вот искренне говорят, так от души. Я напоминаю нашим зрителям, что у нас был Евгений Магда, известный политолог с Украины. Благодарю вас за то, что нашли время. Спасибо. Итак, друзья, наш следующий гость с Украины, господин Федуняк Сергей, доктор политических наук, профессор Черновицкого национального университета имени Федьковича. Давайте сразу к теме нашей беседы. Что такое российская имперскость, о которой вы говорили в своем выступлении на презентации книги? В чем феномен этого явления? Мне кажется, что феномен российской имперскости состоит в таком, знаете, навязывании своей воли другим и, знаете, такая убежденность в своей правоте. То есть Россия считает, что она права, а все другие неправы. И все соседи должны строить свою жизнь по лекалам России. Вот если посмотреть на историю России, вот в чем состоит ее имперскость. Но ведь, знаете, многие говорят, что, например, у американцев есть тоже такое мессианство, что они несут правильную идеологию, правильные, хорошие вещи. Вот в чем тогда здесь разница? Русские могут сказать, что мы тоже такие? Приторики, да, приторики всей империи хорошие. Но если мы посмотрим на результат, ну а результат для человека это уровень жизни и то, как живет человек, насколько он счастлив. То история Российской империи свидетельствует о том, что народы, которые присоединялись к России, в конце концов, они не получали хорошей жизни. Америка, американская идея и американская мечта, и американская, если говорить о США как империи, она приносила определенный прогресс, уровень жизни. Люди тянулись к Америке, люди хотели вот эту американскую мечту реализовать. А Российская империя это просто навязывание иногда более развитым народам своей воли, своей модели. А, кстати, можно ли ставить знак равенства между Российской империей и Советским Союзом? Я имею в виду нынешней Российской империей. Я думаю, что можно ставить определенное равенство, потому что, по сути, Российская империя продолжает во многом имперскую политику Советского Союза. Если даже посмотреть Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация, то мы просматриваем четкую преемственность. Одна этаж линия. Инструмент тогда, четкую и последовательную преемственность. Хорошо, а вот если переходить к нашему региону, вот то, что Россия считает себя империей, или лучше сказать, ведет себя как империя, что для нас это значит, вот для Молдовы, для Украины, то есть вот это как на нас сказывается, в чем выражается? Это значит, что нам нужно готовиться к попыткам поглощения со стороны России. Это неизбежная политика империи идет? Да, потому что Российская империя, это как белка, знаете, вот в колесе. Для того, чтобы жить, нужно постоянно двигаться. И логика империи состоит в том, что для того, чтобы империя существовала, просто существовала, она должна непрерывно расширяться и закреплять за собой вот эти территории, на которые она расширяется. То есть для России очень важно именно вот это расширение. То есть если мы посмотрим на Российскую империю, на ее истории, она последовательно и постоянно расширялась. А как только расширение закончилось, и это не только по Российской империи, а по истории других империй, начинался разброд и шатание внутри империи, а потом распад. То есть для России очень важно вот этот движ, вот этот процесс. Я бы, кстати, привел другой пример. Вы говорите, белка в колесе. Я знаю, что акулы никогда не могут останавливаться. Если акула остановится, она умирает, потому что ее дыхание происходит за счет того, что она плывет. То есть ее жабры, в них попадает кислород из воды. Наверное, это аналогия ближе. — Я хочу вас спросить. Вы говорите, империя вынуждена расширяться. Но, казалось бы, боже мой, самая большая в мире страна. У них же территории гигантские, неосвоенные. — Пустая сейчас суша, да. — Тысячи километров, где не живет ни один человек. Сначала лететь весь день на самолете, потом три дня ехать на поезде, потом еще 15 дней скакать на оленях. Зачем им еще другая земля? — Ну вот это не вкладывается в обычную логику. Потому что я бы, например, посоветовал им остановиться и посмотреть, вот как они живут. А вот это постоянное движение позволяет русским замыслиться над своей жизнью. То есть постоянное завоевание, захват отвлекает россиян от грустных мыслей о том, что они живут действительно плохо. Мне кажется, это неспроста. — А, кстати, вот у меня буквально сегодня была в Фейсбуке дискуссия по поводу того, ну, сейчас новейной Олимпиадой. Все-таки, насколько знак равенства между русский народ и вот русская империя, русская власть? То есть мы можем говорить, что это одно и то же? Потому что я иногда где-то защищаю, говорю, что там народ, в общем-то, несчастный, он захваченный. Но я знаю, что многие не согласны с такой точки зрения. — Нет, любая власть и любая форма власти, как империя, это производная от народа. То есть народ как бы сам в своей среде порождает те формы организации, да, которые ему ближе. То есть Российская империя, ну, или Русская империя, это неизбежное порождение вот этого социума российского. Их нельзя разрывать. То есть если бы народ не хотел, проще говоря, у него бы не было империи, так? У него бы не было нынешней власти или подобной власти. — То есть это ответ властей на запрос, который есть в обществе? — Да, да, на самом деле вот глубинный запрос, который народ часто не может сформулировать, это как раз вот империя есть. — Хотя вот я смотрел интервью Путина 1994 года, когда он еще был в Питере, и он говорил о том, что ни в коем случае, не дай бог, возвращение к тоталеризму, потому что какая бы ни была хорошая железная рука, она рано или поздно начнет душить людей. — Ну, это ему просто нужно было говорить в то время. — Тогда был другой запрос. — Это было то время, да. А потом ситуация изменилась, и он, естественно, начал говорить о более естественных действиях. — Хорошо, давайте теперь к тому, что более для нас вот здесь близко в нашем регионе. Вот какие конкретно именно угрозы, потому что вот вы сказали, что опасность поглощения, ну, это такая как бы общая угроза. — Стратегическая. — Да, вот что, если на тактическом уровне, что происходит здесь, какие угрозы, на что мы должны обращать внимание, что происходит? — Ну, так, трудно сказать, как бы, на первый взгляд. — Ну, можете говорить про Украину, если вам это ближе. — Я о чем говорю, понимаете, мы сегодня общались с многими людьми, и, в принципе, и что в Украине, что в Молдове, мы как-то очень быстро привыкли к всяким безобразиям. То есть даже трудно сказать, и вот эти угрозы, о которых мы говорим, да, многими воспринимаются не как угрозы. То есть вот это состояние, в котором есть Украина или Молдова, например, зависимость Молдовы от России, да, в газовой сфере, в других сферах. Такое ощущение, что большинство народа как-то с этим свыклось, и людям очень трудно объяснить, а в чем же действительно угроза. То есть вот мы как-то живем и будем жить дальше. Вот такое вот ощущение. Ну, это так, на повседневном уровне, а если говорить на более таком высоком уровне, конечно, мы должны сделать все, чтобы сохранить свою государственность. И, конечно, трудно сопротивляться более мощной силе. То есть если взять особенно Молдову и Украину, конечно, Россия по сравнению с нами, она будет помощнее. Но мы должны научиться ей противостоять. Да, но противостоять здесь тоже интересный момент. У нас, знаете, как многие говорят, что типа, ну, особенно Молдове, да, в Украине же ситуация поменялась, знаю, у вас сейчас и армия уже не та армия, которая была, у нас в Молдове армии фактически нет. У нас несколько тысяч человек, ну, до 10 тысяч человек, неизвестно даже точно сколько их вместе с войсками карабинеров. То есть это, в общем-то, очень мало, они слабо вооружены. То есть мы не представляем силу. И даже ни в военном плане, ни в каком плане, ни в экономическом, ничего. И из-за этого многие говорят, типа, зачем нам нарываться на неприятности, давайте будем стоять в стороне, никуда не лезем, ни с кем не общаемся, нет. Это вот как бы мы, мы маленькая страна. Вот что вы можете таким людям ответить? Ну, если взять конкретно по Молдове, мне кажется, Молдова в конце концов за 30 лет должна утвердить свою субъектность. Она должна доказать, может быть, это звучит с моей стороны как-то вот очень так вот резко, но она должна доказать, что все-таки есть такая страна, как Молдова, есть такая нация, как молдовский народ. Что можно сказать? И должны быть все атрибуты государства. Но это, опять же, возвращаясь к предыдущим нашим вопросам, это народ должен почувствовать, почувствовать необходимость собственного государства в жизни, жить так, как он хочет. Если народ надеется на более сильные государства, на какие-то внешние силы, и считает, что ну так оно будет, то я не знаю, что советовать. А, кстати, вот это интересный момент, который вы затронули, давайте на нем чуть-чуть остановимся. Вы говорите о том, что надежда на внешнего старшего брата, так я немножко перефразирую ваши слова, потому что на самом деле это реально, в Молдове это очень сильно, притом у некоторых у нас это как бы сублимировалось, ладно, мы не надеемся на Россию, на Советский Союз, а давайте в Румынию. То есть у нас, у большинства народа нет ощущения, что мы единица какая-то международная. То есть, ну ладно, не подобрали нас русские, давайте попросимся туда к европейцам. Вот этот подход, он правильный или тупиковый? И что в этом случае делать? Если, конечно, если молдовский народ хочет стать частью чего-то большего, то это, конечно, правильно. В конце концов, кто-то подберет. Но если он хочет жить самостоятельно, все равно надо будет думать своей головой и решать самим. Весь вопрос понять, что мы хотим. Да, вот самое главное, что мы хотим, и чтобы большинство народа более-менее четко представляло, что мы хотим, куда мы идем. А тогда уже будет проще, тогда уже будем знать, как это делать, с кем это делать и так дальше. Но самое главное, чего мы хотим. А это вообще возможно, чтобы мы добились такого понимания без какого-то стресса? Потому что пример Украины, на самом деле, до 2014 года вы тоже не знали, что хотите. Я очень хорошо знаю ситуацию, потому что я этнический украинец, у меня там родственники, я много раз был. Я знаю, что тоже кто-то одной ногой там, одной ногой здесь. Вот Молдова сейчас в таком же ситуации. У вас поменялось после войны, у нас нет. Можем без стресса или нет? Вы знаете, это очень сложный вопрос, очень такой болезненный. Мне кажется, во многих случаях нужен действительно вот такой, даже не побоюсь сказать, кровавый стресс, чтобы почувствовать наконец. Но я очень не хочу, чтобы Молдова имела то, что имела Украина в 2014 году. Ну, тут трудно сказать. У меня нет ответа на этот вопрос такой. Понялось. И еще, что бы я хотел с вами обсудить, давайте поговорим про некоторые практические шаги. Вот, допустим, у вас есть возможность давать советы молдавским властям, политическому классу, молдавским лидерам общественного мнения. Вот что бы вы посоветовали нам сейчас в этой ситуации делать, чтобы это было, на ваш, конечно, субъективный взгляд, правильной линией поведения? Относительно внешней политики или внутренней? Ну, больше мы сейчас говорим про внешнее, потому что мы, как бы, отталкиваемся от вашей презентации книги, вот это «Жизнь рядом с империей». То есть, что, какая линия правильного поведения в этой ситуации, что вот у нас есть такой сосед, это такая, как бы, объективная реальность. Ну, Молдова не граничит с Россией, но, как бы, по влиянию они наш сосед, потому что их влияние огромное здесь. Мне кажется, что Молдова должна очень правильно и тонко выстроить отношения с соседними государствами, принимая во внимание то, что все-таки она ориентируется стратегически на западные институты, на евро- и евроатлантические структуры. Все-таки Молдова должна утвердиться, в конце концов, в западном выборе. В конце концов, сделать этот шаг. Вот я наблюдаю за вашим государством, у меня такое ощущение, что где-то существует жизнь по кругу. Вроде бы все, идем правильно, правильно, потом опять где-то спотыкаемся, и опять по новой по кругу ходим и ходим. В конце концов, должна быть преодолена эта точка невозврата. Когда уже стало ясно, да, что Молдова все-таки часть европейской нации, большой европейской нации, европейских структур, и что в конце концов, она начала получать от этого дивиденды. Это уже дальше пойдет. А как вы считаете, вот у нас очень часто продвигается такая точка зрения, что несовместимо, вот то, о чем вы говорите, часть европейской нации, движение на запад и нормальные отношения с Россией. Это совместимо или это реально невозможно? Я думаю, в нынешней ситуации, чем дальше, тем более несовместимо, потому что Россия сознательно не хочет, чтобы ее бывшая сфера влияния или часть бывшей империи, как говорится, переметнулась на запад. Мы должны делать какие-то шаги от них, или это само произойдет, если мы движемся на запад? Само не произойдет, но опять же, большинство народа должно это понять и принять, что все-таки мы движемся на запад, и тогда уже выстраиваются отношения с союзниками нашего движения на запад. В любом случае, как бы себя ни вела Молдова, более активно двигалась на запад, менее активно Россия все равно это не примет, так же, как и Украина. То есть, нужно смириться с тем, что, что бы ни делала Молдова, все равно одобрения с Москвы не будет, а будет более-менее жесткая реакция на действия Молдовы. И последнее, что я хотел бы у вас спросить, вот как вы считаете, я понимаю, что мы можем сейчас залезть и в конспирологию, и у нас нет на что опираться, но в принципе вы верите, что в России может поменяться ситуация в ближайшие, допустим, 5-10 лет, но на какой-то краткосрочной исторической перспективе? Знаете, я как историк и каполитолог скажу, что Россию может спасти, это может звучать очень радикально, это так может звучать фантастически, внешняя оккупация и расчленение. Это единственное, то есть Россия должна получить стресс, сопоставимый с стрессом, который получала Германия в 45-м году. То есть должна пройти вот эта деноцификация или дерашизация. Когда российский народ наконец поймет, что он не имперский народ, а он занимается не делами мира, не несет счастья всем народам, а он занимается своими делами. И тогда как только он это осознает, всем будет хорошо, прежде всего российскому народу и соседям, и всему миру. Я все время в этом говорю, что моя мечта, чтобы Россия была европейской страной, как больше, как другие нормальные страны. На самом деле, да, это, как говорится, по отдельности хорошие люди, но когда они собираются, тогда... Чисто прагматичное мечтание, не потому что я сильно за русский народ, а потому что тогда остальные всем хорошо, и нам, и вам, и всем остальным их соседям. Но я представляю, конечно, как после этого нашего интервью подгорит у некоторых наших товарищей здесь, в Кишиневе, какие будут комментарии. Но как бы это их проблема. Я вас благодарю за то, что нашли время. Напоминаю, что у нас в студии был Федуняк Сергей, доктор политических наук с Украиной. Спасибо вам большое. Спасибо. Итак, дорогие друзья, мы переходим к следующему гостю. У нас сегодня Ястребова Вера, правозащитница, председатель общественного объединения Восточная правозащитная группа. Приветствую вас. Добрый день. Давайте поговорим про ситуацию на востоке Украины. То, что вот... Отчего сегодня, как говорят, это та точка, вокруг которой крутится безопасность во всем регионе. Что там происходит в так называемом Ордло сегодня? Какая текущая ситуация? Ситуация достаточно сложная, напряженная. И социально-экономическое положение ужасное. Промышленности как таковой нет. Это все вырезалось, вывезлось. Извините, что я вас перебью. Это шокирующе, то, что вы говорите. Ведь для меня, в моем представлении, Донбасс, это как было бы заводы-гиганты, шахты. Это что, все? Этого нет? Это все в прошлом. Это теперь останется воспоминаниями как вашими, так и нашими, к сожалению. А куда оно делось? Кто это уничтожил? Это уничтожили такие предприниматели, которые через внешторгсервис вывозили это на металл, разграбляли. Просто варварским способом захватили, вывезли этот ресурс и все. Шахтами никто не занимался. Вы же понимаете, насколько это затратная история добычи угля. Насколько необходимо там и водоотлив контролировать, и проводить ремонтные работы. Для того, чтобы шахта давала уголь, приносила прибыль и создавала рабочие места. Боевикам это было неинтересно, не выгодно. Это, знаете, такое некое гетто, если можно так выразиться и сказать. То есть задача Российской Федерации это максимальный контроль через незаконное вооруженное формирование территории. Но развитием ее никто не занимается. То есть, по сути, сейчас мы имеем массу проблем, в том числе экологического характера. Но главное, которое будет для реинтеграции, основная проблема, с которой будет столкновение, это все-таки ментальное различие и вовлечение местного населения, пропитка вот этой пропагандой идеи русского мира. Несмотря на полный хаос, который на этой территории, но они занимаются очень активно, системно. Практически каждый день и через день какие-то форумы, собрания и так далее и тому подобное, где рассказывают, что будущее с Россией, что только так это будет развиваться Донбасс, кормят какими-то, так скажем, в кавычках завтраками. И пытаются таким образом сдерживать вот эту протестную историю. Прав человека никаких, право на справедливый суд, на расследование этого ничего нет. Люди похищаются, находятся в СИЗО, их не родственники об этом месяцами не знают. Это по-прежнему сейчас происходит? Это по-прежнему происходит, да. Здесь сегодня... Вы сказали, что там активно работает пропаганда. Нам это хорошо знакомо, потому что мы знаем, как в Приднестровье, в общем-то, люди обрабатываются уже десятилетиями. То есть это уже как бы даже сформировался особый менталитет у людей. Но нужна ли была эта пропаганда, учитывая, что, в общем-то, вот те регионы, наверное, они где-то были пророссийскими давно. Это не произошло же с момента оккупации. Наверное, она бы и не получилась бы, эта оккупация, если бы народ как один стал и защищал. Я сама из Дебальцево, Донецкой области, и выехала уже в январе 2015 года оттуда. И то, что мы наблюдали, я вам скажу так. Тут вопрос, да, возможно, не было достаточно консолидировано местное население выступить открыто против, но большинство на тот момент местных жителей, с которыми я была знакома, выражал позицию, что не за Майдан и не за Россию. То есть пусть будет спокойно, нам не нужна революция, но действительно, вы правы, не было такого патриотического подъема и как вот четкой позиции такой не было, яркой, да, в ту или в другую сторону. А что сегодня в Дебальцево? У вас есть контакты с людьми оттуда? Что происходит сегодня? Да, конечно, наша организация занимается тем, что мы собираем информацию о происходящем там, выпускаем тематические отчеты, и постоянно у нас мониторинговая миссия работает на неподконтрольных территориях. Это очень сложно организовывать. Мы делаем все для того, чтобы наших людей не задержали и не были к ним применены санкции. Ну, а вот расскажите, вот как будто я смотрю документальный фильм, очень коротенький, вот как, на что похожа эта жизнь? Как что это? Как черно-белое кино. Без музыки. Настолько все мрачно? Да, действительно мрачно. Ну, вы, наверное, знаете о том, что на сегодняшний день более 800 тысяч выдано паспортов Российской Федерации жителям Ордло. То есть, по сути, на сегодняшний день мы имеем потенциальных, так скажем, избирателей, да, и Российская Федерация получает возможность заявить о том, что она идет защищать граждан Российской Федерации. Слушайте, вот вы подошли к очень интересному вопросу, который как раз у меня следующий был в плане, и я хочу понять одну вещь. Вот с одной стороны, очевидно, мы видим, есть какая-то попытка взаимоинтеграции России и Ордло. То есть, вот паспорта выдают, то есть, там, им постоянно как бы обещают, что вы почти часть России. То есть, идут какие-то процессы взаимного проникновения. Но при всем при этом с Россией говорят о том, что можно в перспективе вернуть эти области в Украину. То есть, как будто где-то там наверху в Кремле есть такой план, что... Вот потому что, на самом деле, есть такой план и по Приднестровью. Нам хотят вбросить Приднестровье, чтобы голосами приднестровцев здесь потом постоянно делать свою власть. То есть, с одной стороны, Россия как будто бы интегрирует регион, но с другой стороны, как будто имеет план его втолкнуть туда-обратно. Вот как вы это можете объяснить? Я могу согласиться с вами, но лично, на мой взгляд, я не вижу перспективы, что Российская Федерация будет присоединять именно к себе Донбасс. То есть, это вообще нереально, да? Это такая технология. На сегодняшний день идут процессы, которые сигнализируют о том, что так называемые ЛНР и ДНР будут объединены для того, чтобы Кремлю было проще курировать, регулировать там все вопросы жесткой рукой. И потом будет задача номер два. Это действительно в украинскую повестку и политическую, экономическую, так скажем, интегрировать Донбасс для того, чтобы пророссийские интересы и нарративы уже не слились с восточной части нашей страны. Хочу еще одну тему с вами обсудить. Вот у нас за эти годы сложилось такое выражение, я не скажу, что сложился такой народ, но сложилось такое выражение «народ Приднестровья». Я иногда слышу от вас, ну не от вас лично, а оттуда, с той стороны, вот когда упоминают какие-то события вокруг Донбасса, говорят «народ Донбасса». В российской пропаганде словосочетание постоянно упоминается. Вот что это такое, что это за феномены? Народ Приднестровья, народ Донбасса – это какая-то формирующаяся, какой-то этнос новый или это просто пропагандистский штамп? На мой взгляд, это пропагандистский штамп и чисто калька российской пропагандистской машины. Нет никакой идентичности донбассской. А кем себя чувствуют люди Донбасса? Кто они по этническому отношению? Я вам могу сказать, что мои земляки, которые бежали в 2014-2015 году, часть из них была вынуждена вернуться в 2016-2017 года из-за того, что, я буду говорить объективно, как есть, для переселенцев не было создано тех условий, которые бы помогли зацепиться, остаться. И только очень смелые люди, которым повезло, волей случая, найти работу. И, может, кто-то поддержал из родственников, как-то сложилось так жить, что они уже в новых территориальных общинах, этих громадах, дальше продолжают жить, существовать. И это еще раз доказывает то, что нет никакой донбасской особенности. Это все придуманные политические такие пропагандистские клише, которым пытаются, знаете, сепарировать ту или иную часть территории, присвоив ей псевдо какие-то черты идентичности и начинают искать различия. Когда начинают искать различия, хотят что сделать? Разделить и властвовать. Вот это мы наблюдаем сейчас у нас 2014 года. У нас вот сейчас очень многие известные блогеры, российские, тут же Варламов, приезжали в Приднестровье, снимали фильмы там о ситуации там. И общее ощущение вот у людей какая-то тотальная безысходность. Вот как бы вот дальше нет. Просто вот, знаете, как мы с вами сидим, думаем там, я хочу через год сделать то, поехать туда, у меня планы там отправить сына на учебу, то есть, а вот у них как будто вот у них планы только вне Приднестровья, внутри Приднестровья тупик, там как бы некуда вперед двигаться. Вот по-вашему на Донбассе уже есть, дошло до такого или там еще у них где-то впереди брежет надежда, что дальше будет все хорошо, то есть они почувствовали безысходность или еще надеются? Учитывая количество трудовых мигрантов, мы можем сделать вывод, что действительно свое будущее каждый человек ассоциируют с поиском работы и с интеграцией куда-то либо в Российскую Федерацию, либо в Украину, либо в Польшу, то есть туда, где есть работа. Кто сейчас на территории Ордло живет и получает зарплату? Ну, это те, которые относятся к так называемому бюджетному сектору. Это правоохранительная система так называемая, это судебная система опять же так называемая, это те предприятия, которые были национализированы и сейчас датируются с бюджетом Российской Федерации и каким-то образом имитируют какую-то деятельность и производство чего-либо. Но в основном, конечно... А пенсионеры как? Выиграли или проиграли? Потому что у нас, на самом деле, если брать аналогию с Приднестровым, то, наверное, единственные, кто из всех выиграли, это пенсионеры, потому что у них государственная пенсия там какая-то, псевдогосударственная, давайте будем говорить правильно, она нищенская, но им доплачивает Россия. Все остальные там в пролете, они практически все уезжают. А вот пенсионеры как бы кайфуют. Вот там у вас похожая ситуация или отличается? Я не могу сказать, что у нас пенсионеры выиграли где-либо, либо на Донбассе, либо в Украине. У нас чудовищные нищенские пенсии ниже прожиточного минимума, как правило, в основном своем. И вы совершенно верно заметили, что те подачки Российской Федерации, это не есть пенсия. Вот позиция моя как правозащитника, юриста, все-таки это наша территория, это Донецкая область, Луганской области, пенсионер в Луганской области, ничем не отличается от пенсионера в Киевской или в Херсонской. И любые спекуляции на эту тему, что пенсионеры жируют и получают и там, и там, ну это на руку только кремлевским пропагандистам подхватить этот тезис и таким образом еще раз декларировать про то, что Украина не ценит своих жителей, а вот Россия приходит, спасает, еще денег дает. И последнее, что я хотел у вас сегодня узнать, ситуация вот именно по вашей специфике, правозащитник. То есть вот если человек находится на этих оккупированных территориях, у него, ну помимо того, что он в принципе живет в проблеме, но допустим у него возникли какие-то притеснения реальные от местных этих оккупационных властей. У него есть какой-то шанс добиться справедливости, то есть каким-либо путем или только бежать? Бежать. То есть там на месте невозможно найти ничего, никакого суда честного, ни... Но мы их не признаем, эти ни суды, ни правоохранительную систему. Я вам скажу так, там для них человек это какой-то источник выгоды или просто материал. Говорить о соблюдении законности, верховенства права не приходится. Но это равносильно, что, знаете, вы будете играть в шахматы по правилам, а вам возьмут доску и ударят ей по голове. То есть абсолютно на разных языках идет в понятийном пространстве весь этот разговор. Поэтому у нас действительно были кейсы такие, связанные с освобождением из тюрем, с неподконтрольной территории людей. Мы вот, Марина Чуйкова, ее история известна всем. А как это происходит? Вы их выкупаете или что это? По Марине Чуйкова я могу сказать, то есть у нас с ней заключено соглашение о разглашении информации. Она публичным сделала эту историю и по ней мы проводили адвокационные кампании. То есть мы понимали, что очень большая вероятность того, что она погибнет в тюрьме Донецкой и не выйдет. Поэтому пикетировали посольства, устраивали различные акции. В России. Да, Российской Федерации. Ее дети выступали и в СМИ, и также проводили акции вместе с Восточной правозащитной группой. Одним из тезисов было «Путин верни нам маму». Ну и мы сделали ее настолько токсичной для России, да, что потерять ее, лишить жизни, это было бы просто невыгодно и каким-то образом имиджево дороже. Поэтому удалось в обмен ее включить и подтвердить, потому что боевики очень долго ее, в принципе, не подтверждали, ее местонахождение в местах изоляции несвободы. Ну, кстати, у нас, может быть, вы удивитесь, но у нас есть люди, которые в Приднестровье сидят по политическим статьям, и их много. И это сейчас, несмотря на то, что все события активные были много десятилетий назад, но по-прежнему, то есть там, наоборот, и режим, что интересно, он становится все более и более жесткий, чем дальше. Хотя, казалось бы, вроде бы уже можно расслабиться, никто на них там не атакует, не претендует, потому что мы понимаем, что сейчас мы физически не можем ничего сделать, но режим закручивает гайки. То есть, может быть, это общая тенденция идет от Москвы, как бы там закручивают, здесь закручивают, ну и у вас закручивают. То есть, это вот такое. Я хочу пожелать вам успеха в вашей работе, потому что вы делаете очень важное дело, спасаете людей, помогаете людям. На самом деле, я надеюсь, что этим вообще-то должно заниматься не только правозащитники, но и государство. Должно помогать более активно, может быть, какие-то новые программы для переселенцев, то есть, как-то поддерживать людей, потому что простые люди не должны страдать ни в коем случае от того, что происходит, вот та ситуация, которую мы все знаем. Спасибо вам огромное. Напоминаю, уважаемые зрители, у нас в студии была Ястребова Вера, правозащитница с Украиной. Спасибо. Спасибо вам. Ну что ж, друзья, мы закончили с вами сегодня этот интереснейший цикл бесед с нашими украинскими гостями. Он очень интересен, потому что это не что-то где-то абстрактное, знаете, где-то война, которая произошла когда-то и где-то и очень далеко. Нет, это то, что происходит в нашем регионе. От этого будет зависеть наша с вами жизнь дальше, как мы будем жить, что будет происходить с Молдовой, что будет происходить с нашими соседями. Я надеюсь, что общение с нашими гостями помогло нам разобраться в этой ситуации, помогло нам понять, что за время, в котором мы живем, к чему нам готовиться и чего нам ждать. Спасибо, что вы были с нами. Конечно, обязательно подписывайтесь на наш канал, поделитесь этим видео с вашими друзьями, пусть они тоже услышат мнение наших уважаемых экспертов. Всего вам доброго, пока.